Иисус Христос пришел водой, кровью и духом. 1 Иоанна 5, 1, 12 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сия есть Иисус Христос, пришедший водой и кровью и духом, не водой только, но водой и кровью, и дух свидетельствует о Нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле, дух, вода и кровь, и сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божие имеет свидетельство в себе самом, не верующий Богу представляет его лживым, потому что не. Верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сия состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его Имеющий Сына, Божия, имеет жизнь, не имеющий Сына, Божия, не имеет жизни Как пришел Иисус? Водой, кровью и духом Иисус пришел водой Да, Он пришел Он пришел через свое крещение Вода — это крещение Иисуса Иоанном Крестителем на реке Иордан Это было крещение искупления, которым Он взял на Себя все грехи мира Иисус пришел кровью Да, Он пришел Он пришел в плоти человека, был крещен, чтобы взять на Себя все грехи мира А затем расплатился за грехи, пролив кровь на кресте Иисус пришел кровью Иисус пришел духом Да, Он пришел Иисус был Богом, но пришел в плоти, как дух, чтобы быть спасителем грешников Многие не верят, что Иисус пришел водой, кровью и духом Только немногие верят, что Иисус действительно царь царей, Бог богов Большинство людей все еще сомневаются Иисус действительно Сын Божий или Сын Человеческий И многие, включая теологов и служителей, верят в Иисуса как в человека, а не как в Бога, спасителя и абсолютное существо Но Бог сказал, что каждый, кто верит, что Иисус, царь всех царей, истинный Бог и истинный спаситель, будет рожден от него Те, кто любит Бога, любят Иисуса, и те, кто действительно верит в Бога, любят Иисуса также Человек не может победить мир Апостол Иоанн сказал нам, что только настоящие христиане могут победить мир Причина, по которой верующие побеждают мир, заключается в том, что они верят в воду, кровь и дух Иисуса Сила победить мир не может исходить от воли человека, усилий или рвения Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я, медь звенящая или кимвал звучащий Если имею дар и пророчество, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы 1 Коринфянам 13, 1-3 Любовь, упомянутая здесь, означает Иисуса, который пришел водой, кровью и духом Только тот, кто верит в воду и кровь, может победить мир Кто может победить мир? Тот, кто верит в искупление крещения Иисуса, его крови и духа В 1 Иоанна 5, 5-6 Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом Товарищи христиане, тот, кто победил мир, кто победил сатану, был Иисус Христос Тот, кто верит в слово о воде, крови и духе Иисуса, также победит мир Как Иисус победил мир? Через искупление водой, кровью и духом В Библии вода относится к крещению Иисуса 1 Петра 3 часа 21 минута Иисус пришел в этот мир во плоти Он пришел спасти грешников мира, он крестился, чтобы взять на себя грехи всех грешников мира и умер на кресте, чтобы искупить эти грехи Кровь на кресте означает, что он пришел в этот мир во плоти, как человек Он пришел в образе человеческой плоти, чтобы спасти грешников и был крещен водой Поэтому Иисус пришел к нам и водой, и кровью Другими словами, он взял на себя все грехи мира водой своего крещения и кровью своей смерти Как Сатана правил миром? Сатана заставил человечество сомневаться в Слове Божьем и засеял семена непослушания в их сердцах Другими словами, Сатана превратил человечество в своих слуг, обманом заставив их не повиноваться Слову Божьему Однако Иисус пришел в этот мир и изгладил все грехи людей водой своего крещения и своей кровью на кресте Он победил Сатану и изгладил все грехи мира Это произошло потому, что Иисус Христос был спасителем грешников Он стал нашим спасителем, потому что пришел водой и кровью Иисус изгладил все грехи мира своим крещением искупления Что означает победа Иисуса над миром? Это означает, что Он взял на Себя все грехи мира Поскольку Иисус был крещен, чтобы забрать все грехи мира и умер, чтобы искупить их, Он смог избавить нас от всех грехов Поскольку Иисус был крещен в реке Иордан Иоанном Крестителем, представителем всего человечества, все грехи мира были переданы Ему И Он отдал свою жизнь на кресте в качестве платы за грех Поскольку Он умер и воскрес из мертвых, Он победил силу Сатаны Он заплатил за грехи Своей смертью Иисус пришел к грешникам через воду крещения и кровь на кресте Апостол Иоанн сказал, что искупление заключается не только водой, но водой и кровью Поэтому, поскольку Иисус должен был передать все грехи и устранить наши грехи навсегда Все грешники будут спасены от греха, веруя в Него и будучи верными Его словам Как Он преодолел силу Сатаны? Через свое крещение, кровь и дух Когда Иисус пришел в этот мир, Он взял на Себя все грехи мира Он взял на Себя все наши грехи Своим крещением на Иордане И заплатил за эти грехи на кресте Он заплатил за наши грехи Своей смертью И пророчество о справедливом законе Божьем Который говорит, что возмездие за грех, смерть, римлянам 6 часов 23 минуты исполнилось Что Иисус имел в виду, говоря о преодолении мира? Вера, преодолевающая мир, это вера в Евангелие Искупление Которое Иисус принес нам водой и кровью Он пришел во плоти и свидетельствовал о спасении Своим крещением водой и Своей смертью на кресте Иисус преодолел мир, а именно Сатану Ученики ранней церкви стояли твердо, даже перед лицом мученичества Не поддаваясь Римской империи или любым искушениям этого мира Это было результатом их веры в то, что Иисус пришел водой Он был крещен, чтобы взять на Себя все наши грехи И Своей кровью на кресте Он заплатил за все наши грехи Своей смертью Иисус пришел в духе, Он пришел в плоти человека И взял на Себя грехи грешников Своим крещением и Своей кровью на кресте Чтобы все мы, которые должны быть искуплены, могли преодолеть мир Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, спасает воскресением Иисуса Христа 1 Петра 3 часа 21 минута Что такое образ спасения? Крещение Иисуса В 1 Петра 3 часа 21 минута сказано Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты о мытье Но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа Апостол Петр свидетельствовал, что Иисус был Спасителем И что Он пришел водой крещения и кровью Поэтому мы должны верить в Иисуса, который пришел водой и кровью И мы должны знать, что вода крещения Иисуса – это образ, который спасает нас Апостол Петр сказал нам, что вода крещения, кровь и дух являются абсолютными факторами в искуплении Ни один из учеников никогда не верил в кровь на кресте без крещения Иисуса Верить только в кровь – значит обладать только половиной истинной веры Половина или неполная вера со временем блекнет Но вера тех, кто верит в Евангелие о воде, крови и духе, будет укрепляться со временем Однако голос Евангелия о крови становится все сильнее и сильнее в мире в наши дни Почему это так? Люди не знают слова истины, искупления воды и духа, поэтому они не могут родиться заново В одно время церкви Запада пали жертвой суеверий Казалось, что они процветают какое-то время, но слуги сатаны помогли превратить веру в суеверии Суеверии – это вера в то, что дьявол убежит, если нарисовать крест на бумаге или дереве И что сатана будет изгнан, если верить в кровь Иисуса Через эти и другие суеверные убеждения сатана обманул людей, заставив их верить, что им нужно верить только в кровь Иисуса Сатана притворяется, что боится крови, говоря, что Иисус пролил кровь за грешников Однако Петр и все остальные ученики свидетельствовали об истинном Евангелии крещения Иисуса и его крови на кресте Но что свидетельствуют христиане сегодня? Они свидетельствуют только о крови Иисуса Но мы должны верить в слова, написанные в Библии, и иметь веру в спасение Духа, крещение Иисуса и кровь Если мы игнорируем крещение Иисуса и свидетельствуем только о том факте, что Иисус умер на кресте за нас, спасение не может быть полным Слово свидетельства о Божьем спасении Что является доказательством, что Бог нас спас? Вода, кровь и дух В одном Иоанна 5, 8 Господь говорит, и три свидетельствуют на земле Первое — это Дух, второе — вода крещения Иисуса и третье — кровь на кресте Все эти три вещи едины Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти нас всех от наших грехов Он один сделал это всеми тремя — крещением, кровью и духом Три свидетельствуют Есть три вещи, доказывающие, что Бог спас нас Этими тремя элементами доказательства являются вода крещения Иисуса, кровь и дух Эти три вещи — то, что Иисус сделал для нас в этом мире Если один из этих трех элементов будет упущен, спасение не будет полным Три свидетельствуют на земле — дух, вода и кровь Иисус Христос, пришедший к нам в плоти, есть Бог, дух и Сын Он сошел в этот мир как дух в плоти человека и был крещен в воде, чтобы взять на себя все грехи мира И он взял все грехи на свою плоть и спас нас, грешников, пролив кровь до смерти на кресте Он полностью погасил все грехи Это Евангелие полного искупления водой, кровью и духом Даже если бы хотя бы одно из них было опущено Это означало бы отказ от спасения Божьего, которое спасло нас от всякого греха Однако сегодня большинство верующих свидетельствуют и верят только в Евангелие крови и духа Но апостол Иоанн сказал, что есть три вещи, которые свидетельствуют Вода от крещения Иисуса, кровь на кресте и дух Апостол Иоанн был очень ясен в своем свидетельстве Вера, искупляющая грешника, есть вера в дух, воду и кровь Где находится вера, позволяющая человеку победить мир? Это прямо здесь Это верить в Иисуса, пришедшего водой, кровью и духом Верьте в это и получите спасение и вечную жизнь Является ли спасение Бога совершенным без крещения Иисуса? Нет Давно, до моего нового рождения, я тоже был христианином, верившим только в кровь на кресте и в дух Я верил, что он пришел как дух, умер за меня на кресте и спас меня от всех грехов Я верил только в эти две вещи и был достаточно самонадеян, что хотел проповедовать их всем людям Я планировал изучать богословие, чтобы стать миссионером, чтобы работать и умереть за людей, как это сделал Иисус Я планировал множество великих дел Но пока я верил только в две вещи, в моем сердце всегда оставался грех В результате я не мог победить мир Я не мог быть свободным от греха Когда я верил только в кровь и дух, в моем сердце все еще был грех Причина, по которой в моем сердце все еще был грех, несмотря на мою веру в Иисуса, заключалась в том, что я не знал о воде, о крещении Иисуса Мое спасение не было полным, пока я не был искуплен верой в воду крещения, кровь и дух Причина, по которой я не мог преодолеть грехи плоти, заключалась в том, что я не понимал значения крещения Иисуса Даже сейчас многие верят в Иисуса, но все еще совершают грехи плоти В их сердцах все еще остается грех, и они пытаются всеми силами возродить первую любовь, которую они испытывали к Иисусу Они не могут возродить пыл своего первоначального энтузиазма, потому что их грехи никогда не были полностью смыты водой Потому что они не осознают, что все их грехи были переданы Иисусу, когда Он принял крещение, они не могут вновь обрести свою веру после падения Я хотел бы прояснить это всем вам Мы можем жить в вере и преодолевать мир, когда верим в Иисуса Насколько бы мы не были недостаточны, сколько бы грехов мы не совершили в этом мире, пока мы верим в Иисуса как в нашего Спасителя Который полностью освободил нас от грехов своим крещением, мы можем стоять победителями Однако, если мы верим в Иисуса без воды крещения, мы не можем быть полностью избавлены Апостол Иоанн сказал нам, что вера, побеждающая мир, это вера в Иисуса Христа, пришедшего водой крещения, кровью и духом Бог послал к нам своего единородного Сына, чтобы искупить тех, кто верит в крещение и его кровь Иисус забрал все наши грехи своим крещением Иисус, единственный Сын Божий, пришел к нам в духе, в плоти человека И Он пролил кровь на кресте, чтобы расплатиться за грех Таким образом, Иисус избавил всех людей от греха Вера, которая ведет нас к победе над миром, исходит из веры в истину, что Иисус пришел к нам водой, кровью и духом И полностью освободил нас от всех грехов Если бы не было воды крещения его и крови его на кресте, не было бы истинного спасения Без одного или другого мы не могли бы иметь истинного спасения Истинное спасение не может быть достигнуто без воды, крови и духа Поэтому нам нужно верить в воду, кровь и дух Знайте это, и у вас будет истинная вера Я говорю вам, что это не истинное спасение без свидетельства воды, крови и духа Каковы три основных элемента, свидетельствующих о спасении? Вода, кровь и дух Кто-то может подумать о вышеупомянутом вопросе так «Иисус, мой Спаситель» Я верю в кровь на кресте и хочу умереть мучеником Я верю в Иисуса, хотя в моем сердце есть грех Я усердно раскаивался и старался вести себя добро, справедливо и милосердно каждый день Я отдал свою жизнь и все мирские имущества за тебя Я даже не женился Как Бог может меня не знать? Иисус умер за меня на кресте Наш святой Бог сошел как человек и умер за нас на кресте Я верил в тебя, жертвовал за тебя и верно выполнял свою работу для тебя Хотя я могу быть недостоин и в моем сердце все еще есть грех Иисус отправит меня в ад за это Нет, он не будет Таких людей много Это те, кто не верит, что Иисус был крещен, чтобы унести все грехи мира Когда эти люди, верящие в Иисуса, все еще имеют грех, куда они идут? Они идут в ад Они грешники Те, кто думают как им угодно и предполагают, что Бог должен думать так же, попадут в ад Более того, некоторые говорят, что поскольку Иисус унес все грехи, когда умер на кресте, в мире нет греха Однако, это касается только крови и духа Это не та вера, которая приводит людей к полному искуплению Мы должны верить, что Иисус унес наши грехи своим крещением Был осужден, умер на кресте за нас, и что Он воскрес на третий день после Своей смерти Без такой веры полное искупление было бы невозможно Иисус Христос был крещен, умер на кресте и воскрес Иисус Христос пришел к нам водой, кровью и духом Он унес все грехи мира Есть три жизненно важных элемента, которые свидетельствуют на земле Дух, вода и кровь Во-первых, Святой Дух свидетельствует, что Иисус – это Бог и что Он сошел в плоти человека Вторым элементом является свидетельство воды Вода – это крещение Иисуса в Иордании и Иоанном Крестителем, через которое наши грехи были переданы Иисусу Все наши грехи были переданы Иисусу, когда Он был крещен Матфея 3 часа 15 минут Третьим свидетельством является кровь, которая символизирует новую жизнь И то, что Иисус принял на Себя суд, предназначенный за наши грехи, вместо нас Иисус умер за нас, принял на Себя суд Его Отца за нас и воскрес после трех дней Бог Отец посылает Дух в сердце тех, кто верит в крещение и кровь Его Сына, чтобы свидетельствовать о нашем искуплении Те, кто родился заново, имеют слово, с помощью которого они побеждают мир Искупленные побеждают сатану, ложь лжепророков, а также препятствия или давления, которые беспрерывно на них нападают Причина, по которой у нас есть эта сила, заключается в том, что в наших сердцах есть три вещи Вода Иисуса, Его кровь и Дух Как мы побеждаем мир и сатану? Веруя в три свидетельства Мы побеждаем сатану и мир, потому что верим в Дух, воду и кровь Те, кто верит в крещение и кровь Иисуса, могут преодолеть все виды ложных пророков Наша вера, обладающая этой силой победы, заключается в воде, крови и Духе Верите ли вы в это? Вы не можете родиться заново и победить мир, если у вас нет веры в искупление через крещение Иисуса, Его кровь, и убеждение, что Иисус – Сын Божий и наш Спаситель Есть ли это в вашем сердце? Есть ли у вас Дух и вода в вашем сердце? Верите ли вы, что все ваши грехи перешли к Иисусу? Есть ли у вас кровь креста в вашем сердце? Вы победите мир, если в вашем сердце есть вода и кровь Иисуса, и если вы верите, что Иисус умер на кресте за вас и что Он принял на Себя суд за вас Апостол Иоанн победил мир, потому что в его сердце были все три необходимых элемента Он также говорил об искуплении всем своим братьям в вере, которые сталкивались с препятствиями и угрозами в своем служении Он свидетельствовал, вот как и вы можете победить мир Иисус пришел Духом, водой и кровью Так же, как Он победил мир, те, кто верит в Духа, воду и кровь, также победят мир Это единственный путь для верующих победить мир В 1 Иоанна 5, 8 сказано, и 3 свидетельствуют на земле, Дух, вода и кровь, Исии 3 об одном Многие все еще говорят о крови и духе, но они игнорируют воду крещения Иисуса Если они убирают воду, они все еще обмануты сатаной Они должны выйти из-за своего самообмана и покаяться Они должны верить в воду крещения Иисуса в новое рождение Никто не может победить мир, не веря в воду и кровь Я говорю вам снова, никто Мы должны бороться, используя воду и кровь Иисуса как наше оружие Его Слово – это меч Духа, свет Еще слишком много тех, кто не верит в крещение Иисуса, которое смыло все их грехи Еще слишком много тех, кто верит только в две вещи Когда Иисус говорит им «Восстань, светись», они не могут светить В их сердце все еще есть грех Хотя они верят в Иисуса, они все равно попадают в ад Евангелие о крещении и крови Иисуса должно быть определенно свидетельствовано Чтобы люди могли слышать, верить и спасаться Является ли вера в его крещение лишь видом догмы? Нет, это не догма Это истина Когда мы свидетельствуем о Евангелии, это должно быть определенно Иисус пришел Духом, крещением, которое забрало наши грехи И кровью, которая заплатила за наши грехи Мы должны верить во все эти три В противном случае мы не проповедуем Евангелие, а лишь простую религию Христиане в этом мире называют христианство религией Христианство нельзя определить как религию Это вера искупления, основанная на истине, вера взирания на Бога Это не религия Религия — это то, что создано человеком, в то время как вера — это взирание на спасение, которое нам даровал Бог Вот в чем различие Если вы игнорируете эту истину, вы обращаетесь с христианством как с просто еще одной религией и проповедуете с помощью морали и этики Иисус Христос не пришел, чтобы установить религию в этом мире Он никогда не учредил религию, называемую христианством Почему вы думаете, что это религия? Если все равно, почему бы не поверить в буддизм? Считаете ли вы, что я ошибаюсь, говоря это? Некоторые люди верят в Иисуса как в религию и в итоге говорят, в чем разница? Небо, Нирвана, рай Все это одно и то же, просто под разными названиями Мы все в конце концов окажемся в одном месте Соотечественники-христиане, мы должны столкнуться с правдой И мы должны восстать и светиться Мы должны быть в состоянии сказать правду без колебаний Когда кто-то говорит, это не может быть единственным путем, вы должны сказать твердо, нет Это единственный путь, вы можете попасть в небо только тогда, когда верите в Иисуса Христа, который пришел водой, кровью и духом Вы должны светить так ярко, чтобы другие души могли услышать слово искупления, родиться заново и попасть в небо Имейте правильную веру Те, кто любит Иисуса безответно и не знает искупления через крещение Иисуса и его кровь, погибнут Кто погибнет, даже если он верит в Иисуса? Те, кто не верит в крещение Иисуса Просто утверждение, что веришь в Иисуса, это равносильно безответной любви к Иисусу и равносильно обращению с истиной, как с простой религией Корабль, пересекавший Тихий океан, затонул, и несколько выживших дрейфовали на резиновом плоту Они подали сигнал СОС, но из-за бурных волн другие корабли не могли прийти на помощь Затем вместо него прилетел вертолет и сбросил веревку Если один из них держался за веревку руками, вместо того, чтобы обвязать ее вокруг своего тела Он был бы подобен человеку, влюбившемуся в Иисуса безответно и верящему в Бога так, как ему заблагорассудится Он еще не в безопасности, но говорит, я верю Спаси меня Я верю, так что, наверное, буду спасен Тот, кто не понимает истину крещения Иисуса и его крови, верит, что будет спасен просто потому, что держится за веревку Но когда его тянут вверх, его руки потеряют хватку на веревке Он держится только собственной силой Когда эта сила иссякнет, он потеряет хватку и упадет обратно в океан Вот что значит быть в безответной любви с Иисусом Многие могут говорить, что они верят в Бога и Иисуса, что они верят в Иисуса, пришедшего духом, но это только часть всего уравнения Они не могут ни по-настоящему верить, ни пребывать в совершенном Евангелии, поэтому они заставляют себя снова и снова говорить, что верят Верить и пытаться верить – это не одно и то же Они говорят, что будут следовать за Иисусом до конца, но в последний день они будут отвергнуты из-за греха, который остается в их сердцах Они любят Иисуса, не зная, что Иисус пришел своим крещением, кровью и духом Если они любят Иисуса только за его кровь, они попадут в ад Привяжите свою душу к воде крещения и к слову крови на кресте Когда Иисус бросает веревку спасения, те, кто связывает себя водой, кровью и духом, будут спасены Спасатель из вертолета крикнул через громкоговоритель Пожалуйста, внимательно послушайте меня Когда я брошу веревку, привяжите ее вокруг вашей груди под руками А затем оставайтесь, как есть Не висите на веревке руками Просто привяжите ее вокруг груди и расслабьтесь Тогда вы будете спасены После того, как он дал эти инструкции, один человек, который последовал этим инструкциям и привязал себя веревкой, был спасен Но другой человек сказал, не беспокойтесь Я очень силен Я тренировался в оздоровительном клубе Вы видите мои мышцы Я могу продержаться много миль Затем он держался за веревку руками, когда ее подтягивали Оба человека были подняты вверх в начале Но есть разница Тот, кто слушал инструкцию и обвязал себя веревкой, был поднят без сучка и задоринки Он даже потерял сознание по пути, но его все-таки подтянули Тот, кто гордился своей силой, в итоге потерял хватку, потому что его сила иссякла И он умер, потому что отказался слушать и игнорировал инструкции Чтобы получить полное искупление, нужно верить в искупление водой его крещения и кровью, которая спасла все души от греха Спасение доступно тем, кто всем сердцем верит в слово Я полностью спас вас своим крещением от Иоанна Крестителя, истекая кровью на кресте Те, кто верит только в кровь, говорят, не беспокойтесь, я верю Я буду благодарен до конца своей жизни за кровь Иисуса Я буду следовать за Иисусом до конца, и моя вера только в кровь будет более чем достаточной для победы над миром и всеми грехами на протяжении оставшейся жизни Однако этого недостаточно Те, кого Бог признает своим народом, верят во все три свидетельства, что Иисус пришел духом и был крещен Иисус унес все грехи своим крещением в Иордане, что он умер на кресте, чтобы заплатить за все грехи, и что он воскрес из мертвых Дух приходит только к тем, кто верит во все три и свидетельствует за них Да, Я ваш Спаситель Я спас вас водой и кровью Я ваш Бог Но тем, кто не верит во все три, Бог не дает спасения Даже если одно из них опущено, Бог говорит, нет, вы не спасены Все Его ученики верили во все три Иисус говорит, что Его крещение — это свидетельство спасения, а Его кровь — это суд Апостолы Павел и Петр также свидетельствовали о крещении и крови Иисуса О чем свидетельствовали ученики Иисуса? Крещению Иисуса и Его крови Говорил ли апостол Павел о крещении Иисуса? Давайте посмотрим, сколько раз он упоминал крещение Иисуса Он сказал в римлянам 6.3 «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» И в 6.5 «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения» Он также сказал в Галатам 3.27 «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» Апостолы Иисуса свидетельствовали о воде, крещении Иисуса Так и нас ныне подобное сему образу крещения спасает 1 Петра 3.21 Спасение и искупление, господа, пришло через воду и кровь Иисуса Кого Бог называет праведными? Тех, в чьих сердцах нет ни одного греха Искупление, которое Иисус даровал человеку, состоит из воды крещения Иисуса и Его крови на кресте Благодаря этому искуплению мы должны восстать и засиять Как? Свидетельствуя об этих трех вещах «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою» Исаия 61 Бог осветил нас светом и говорит нам тоже светить Мы должны повиноваться этому приказу Мы должны проповедовать Евангелие с полной силой Однако так много людей не слушают Верьте в Иисуса, и вы будете искуплены Вы будете праведны Если в вашем сердце все еще есть грех, вы еще не праведны Вы еще не победили грехи мира Вы никогда не избавитесь от греха в своем сердце, если не верите в воду Иисуса, крещение Иисуса Вы никогда не избежите суда, если не верите в кровь Иисуса Вы никогда не будете спасены, если не верите в Иисуса Христа, пришедшего духом Вы никогда не будете полностью праведны, если не верите в эти три свидетельства Недостаточная праведность ведёт только к так называемой праведности Если кто-то говорит, что у него все ещё есть грех, но считает себя праведным человеком, он ещё не в Иисусе Некоторые люди в наши дни пытаются основывать искупление на так называемой праведности Они написали тонны бесполезных статей на эту тему Называет ли Бог человека безгрешным, когда в его сердце есть грех? Он этого не делает Как он это видит, так и называет Он всемогущ, но никогда не может лгать Люди не понимают истинного значения праведности Мы называем что-то чистым только тогда, когда это действительно чисто Мы не говорим чистым, когда есть грех Вы можете думать, что Иисус считает вас праведными, несмотря на грехи в вашем сердце Это неправильно Иисус называет нас праведными только тогда, когда мы верим в Иисуса как того, кто пришёл духом Того, кто пришёл водой Он унёс все наши грехи, когда был крещен И того, кто пришёл кровью Он пришёл в плоти и умер за нас Соотечественники-христиане, так называемая праведность, не имеет ничего общего с Евангелием воды и крови Так называемое, или называться праведным, это догма, зарождающаяся в человечестве Называет ли Бог вас праведными, когда в вашем сердце есть грех? Бог не называет человека праведным, когда в его сердце есть грех, даже если он пылко верит в Иисуса Иисус никогда не может лгать Тем не менее, все ещё думайте, что он называет кого-то праведным, когда в их сердце есть грех Так думают люди, а не Бог Бог ненавидит ложь Назовет ли он вас праведными, когда вы верите только в дух и кровь? Никогда Только один вид человека, которого Бог называет праведным Это тот, у кого нет греха в сердце Он признает только тех, кто верит во все три вещи, что Иисус, который является Богом, сошёл в мир в плоти, что он был крещен в Иордане И что он пролил кровь на кресте, чтобы изгладить все наши грехи Только те, кто верит в благую весть искупления, признаются Богом Они — те, кто верит правильно Они полностью верят во все, что он сделал для нас Они верят, что Иисус пришёл и был крещен, чтобы унести все их грехи И что он принял на себя суд, умерёв на кресте, и был воскрешён из мёртвых Всё это было сделано из любви Бога Иисус сошёл с небес и сказал «Придите ко мне все труждающиеся и обременённые, и я успокою вас» Матфея 11 часов 28 минут Он сделал это, унеся наши грехи Бог не признает тех, кто верит только в кровь Иисуса У тех, кто верит только в кровь Иисуса, все ещё есть грехи в сердце Кого Иисус признает искупленным? Я унёс все ваши грехи, когда пришёл в этот мир и был крещен Иоанном Крестителем Я свидетельствую, что все грехи мира перешли ко мне Я заплатил цену за грех на кресте Я таким образом спас вас Вера в крещение Иисуса, Его кровь и тот факт, что Он – Бог Всё это необходимо для спасения Тем, кто верит во все три, Иисус говорит «Да, вы спасены» Вы праведные дети Божьи Вы спасены, если верите в крещение Иисуса, Его кровь и Дух вместе Те, кто верит только в кровь и Дух, все ещё имеют грех в своём сердце В Царстве Божьем есть только одна истина Там есть справедливость, честность, любовь и доброта Там нет ни крупицы лжи Ложь и хитрость не существуют на небесах Кто такой, делающий беззаконие? Тот, кто не верит в крещение Иисуса Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Матфея, 7 часов 22 минуты Бог никогда не признает такие дела человека «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие» Матфея, 7 часов 23 минуты «Я предложил два дома для тебя Я отдал свою жизнь за тебя Разве ты меня не видел? Я никогда не отрекался от тебя до последнего вздоха Разве ты меня не видел? Так, есть ли у тебя в сердце грехи? Да, Господь Немного есть Тогда иди прочь Грешникам вход сюда запрещен Но я умер мучеником Что ты имеешь в виду под «умер мучеником»? Ты умер только из-за своего упрямства Ты признавал мое крещение и кровь Я когда-нибудь свидетельствовал, что ты мой народ Я свидетельствовал в твоем сердце, что ты мой народ Ты не верил в мое крещение И я никогда не свидетельствовал, что ты мой народ Но ты все равно держался за свою веру и умер за нее Когда я когда-либо свидетельствовал за тебя Ты сам навлек это на себя Ты любил и старался один за свое искупление Понимаешь ли ты это? Теперь иди своей дорогой. Иисус сказал нам восстать и светиться. Искупленные люди съеживаются перед множеством псевдохристиан и ложных пророков и не могут ярко светиться. Но маленькое пламя может разжечь большой пожар. Если кто-то стоит смело и свидетельствует, воссияет весь мир. В Исаии 60, 1-2 говорится, «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою высияет Господь, и слава Его явится над тобою. Он приказывает нам восстать и сиять, потому что тьма неправды и ложного Евангелия покроет землю. Только те, кто верит в Иисуса, могут любить Его. Те, кто не искуплен, никогда не смогут любить Иисуса. Как они могут? Они только говорят о любви, но никогда не смогут по-настоящему любить Его, если не верят». «Есть три вещи, свидетельствующие о спасении грешников. Что является свидетельством спасения в нашем сердце?» «Крещение Иисуса. И три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. И сии три об одном. Иисус пришел на землю, и Он совершил свое дело водой и кровью. Он это сделал и спас нас. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божие имеет свидетельство в себе самым. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сия состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его Имеющий Сына, Божия, имеет жизнь, не имеющий Сына, Божия не имеет жизни 1 Иоанна 5, 9, 12 Рождённые свыше получают свидетельство людей Мы признаемся праведными Когда рождённые свыше, которые искуплены, говорят о правде об искуплении Люди не могут оспаривать это Они принимают это Они говорят, что мы правильно верим, что наша вера верна Если мы расскажем им, как мы родились свыше, никто не оспорит правду об этом Они говорят, что мы правы Мы получаем свидетельство людей Но этот отрывок также говорит, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие Говорится, что свидетельство Божие – это свидетельство Его Сына Правильно Что такое свидетельство Его Сына? Доказательство того, что Бог спас нас, заключается в том, что Иисус пришёл духом, Он пришёл водой искупления и пришёл кровью на кресте И Бог свидетельствует, что именно так Он спас нас, и что мы Его народ, потому что мы верим в это Верующий в Сына Божие имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своём Этот отрывок точно говорит нам, кто являются избавленными Говорится, что тот, кто верит в Сына Божьего, имеет свидетельство в себе Есть ли у вас свидетельство в вашем сердце? Оно в вас, и оно во мне Иисус пришёл на землю ради нас Он пришёл во плоти через тело Марии Святым Духом Когда Ему было 30 лет, Он был крещен, чтобы взять все наши грехи на Себя И со всеми нашими грехами Он был осуждён на кресте Он воскрес через три дня, чтобы даровать нам вечную жизнь Вот так Иисус спас нас Что бы случилось, если бы Он не воскрес? Как бы Он мог свидетельствовать за меня в гробе? Вот почему Он мой Спаситель В это мы верим И так, как Он сказал, Он спас нас своим крещением и кровью И потому что мы верим, вы и я спасены Свидетельство во мне и в вас Искуплённые никогда не пренебрегают водой Его крещения Мы никогда не игнорируем то, что Он сделал для нашего спасения Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду Матфея 3 часа 15 минут Мы никогда не отрицаем, что Иисус унёс все наши грехи на Иордане Когда был крещен Иоанном Крестителем Искуплённые никогда не могут отрицать воду крещения Иисуса Те, кто верят, но не искуплены Отрицают до конца крещения Иисуса Кто делает Бога лжецом? Тот, кто не верит в крещение Иисуса Насколько точен был апостол Иоанн, когда сказал «Неверующий Богу представляет его лживым» Если бы апостол Иоанн жил здесь и сейчас Что бы он сказал нам, христианам? Он спросил бы, унёс ли Иисус все наши грехи, когда был крещен Не подтвердил бы ли также Иоанн Креститель Евангелия о том Что Иисус искупил нас своим крещением Не были ли ваши грехи возложены на голову Иисуса И не взял ли Он на себя ваши грехи, когда был крещен мной? Он свидетельствовал бы, что Иисус был крещен, чтобы спасти вас Те, кто не верят в Бога, кто не верят во всё, что Он сделал для нашего спасения Делают его лжецом Когда мы говорим, что Иисус унёс все наши грехи, когда был крещен Они говорят «А, Боже мой!» Он не мог унести все наши грехи Он унёс только первородный грех, так что все наши повседневные грехи все ещё остаются Они настаивают на том, что им нужно ежедневно раскаиваться И исповедоваться во всех грехах настоящего, чтобы быть искупленными Те, кто не верят, что наши грехи были отмыты крещением Иисуса, делают Бога лжецом Иисус искупил нас раз и навсегда, когда Он был крещен и пролит кровь на кресте Кто лжет? Тот, кто не верит в крещение Иисуса Иисус был крещен и унёс все грехи раз и навсегда Бог спасает тех, кто верит в крещение и кровь Иисуса, но оставляет тех, кто не верит Они идут в ад Поэтому спасемся мы или нет, зависит от того, во что мы верим Иисус избавил нас от всех грехов мира Те, кто верят, будут спасены, а те, кто не верят, не будут спасены Потому что они сделали Бога лжецом Люди не идут в ад из-за своих слабостей, а из-за того, что они не верят Неверующий Богу представляет его лживым 1 Иоанна 5 часов 10 минут Те, кто не верит, что все их грехи перешли на Иисуса Все еще имеют грех в своих сердцах Они не могут сказать, что у них нет греха Однажды я встретил диакона и спросил его «Дьякон, исчезнут ли мои грехи, если я поверю в Иисуса?» Конечно, исчезнут Тогда, поскольку Иисус взял на себя все грехи мира И сказал, что это завершено, вы спасены Не так ли? Да, я спасен Тогда вы должны быть без греха Да, я без греха Что произойдет, если вы снова согрешите? Мы только люди Как мы можем не согрешить снова? Поэтому нам нужно ежедневно каяться и очищать наши грехи Этот диакон все еще имеет грех в своем сердце, потому что он не знает полной правды о искуплении Подобно ему, это те, кто насмехаются над Богом и выставляют его лжецом Неужели Иисусу, который есть Бог, не удалось избавиться от всех грехов мира? Это очень огорчает Если бы Иисус не избавился от всех грехов, как бы он мог быть Богом спасения? Как бы он мог сказать нам верить в Него? Собираетесь ли вы делать его лжецом? Я предлагаю вам этого не делать Библия говорит нам не издеваться над ним Это значит, не делайте его лжецом и не пытайтесь обмануть его Он не такой, как мы Апостол Иоанн точно рассказывает нам о Евангелии Искупления Многие люди не хотят верить в то, что Бог сделал для нас В тот факт, что Иисус Христос пришел водой, кровью и духом Если есть те, кто не верят тому, что им сказали И те, кто верят во все, что Бог сделал для нас Те, кто перед Богом говорят Я праведен И другие, кто говорит Я грешник Кто из них говорит правду? Те, кто не верят в то, что сделал Бог В свидетельство воды, крови и духа лгут У них ложная вера Те, кто не верят, делают Бога лжецом Не делайте его лжецом Иисус пришел к Иордану и таким образом Будучи крещенным, исполнил всю праведность Взял на себя грехи мира Неистинная душа отрицает крещение Иисуса и его святость Что отрицают сатана и дьявол? Крещение Иисуса и его святость Верующий в его Сына имеет свидетельство в себе Искупленный человек верит, что его грехи были переданы на Иисуса Когда он был крещен И что они были избавлены водой и кровью Иисуса Они верят, что Иисус родился в этом мире через тело Марии Он был крещен в Иордане Прежде чем умер на кресте Он умер и воскрес Праведники имеют свидетельство Доказательством нашего спасения является наша вера в Иисуса Пришедшего водой, кровью и духом Свидетельство в вас Имейте свидетельство в себе Я говорю вам Это не спасение, если нет свидетельства Доказательство спасения в вас Апостол Иоанн сказал Верующий в Сына Божие имеет свидетельство в себе самом 1 Иоанна 5 часов 10 минут Есть ли свидетельство в вере только в кровь на кресте? Верить в воду, но не в кровь Вы должны верить во все три, чтобы быть признанными Богом Только тогда Иисус будет свидетельствовать за вас, что вы спасены Вы говорите, что будете иметь свидетельство, если верите только в два, кровь и дух Это было бы верой в Бога по-своему Это было бы свидетельствованием за себя Таких людей много В мире много тех, кто верит только в два из трех Они свидетельствуют, что были спасены И пишут об этом книге Как они краснолечивы? Это так расстраивает Они называют себя евангелистами Они считают, что они не просто евангелисты, а религиозные Они не верят в воду, но все равно хвалятся спасением Как логично они звучат Но у них нет свидетельства Божьего Это всего лишь гипотеза Как вы можете назвать это спасением? Только те, кто верит в Иисуса, пришедшего духом, водой и кровью Имеют свидетельство Божие и человеческое Апостол Павел сказал Потому что наше благовествование у вас было не в слове только Но и в силе и во святом духе И со многим удостоверением 1 Фессалоникийцам 1.5 Сатана радуется, когда люди верят только в кровь Иисуса А вы глупцы, вы обмануты мной Ха-ха Многие верят, что когда люди восхваляют кровь Иисуса, сатана уходит Они думают, что сатана боится креста Сатана лишь инсценирует представление Мы не должны быть обманутыми этим Когда бес входит в человека, он может сходить с ума и пениться у рта Для дьявола это нетрудный подвиг Дьявол имеет силу заставить человека делать почти все Дьяволу нужно лишь немного использовать свой мозг Бог дал дьяволу всякие силы, кроме способности убивать Дьявол может заставить кого-то трястись как лист, кричать и пениться у рта Когда это происходит, верующие кричат Уходи во имя Иисуса Уходи И когда человек приходит в себя и возвращается в свое нормальное состояние Они говорят, что это была сила крови Иисуса Но это не сила его крови Это всего лишь дьявол, инсценирующий шоу Сатана и дьявол больше всего боятся тех, кто верит в Иисуса Который очистил нас своим крещением Взял на себя суд за нас своей кровью и воскрес на третий день Сатана не останется рядом с тем, кто свидетельствует о крещении Иисуса и спасении его кровью Как вы знаете, католические священники иногда изгоняют сатану Мы видели это в фильмах В фильме «Омен» священник поднимает деревянный крест и трясет им, но священник умирает Человек, рожденный свыше, не будет побежден таким образом Он смело говорит о воде и крови Иисуса Когда дьявол пытался мучить его, он спросил бы дьявола «Знаешь ли ты, что Иисус унес все мои грехи?» Тогда дьявол убежал бы Дьявол ненавидит быть рядом с рожденными свыше Если рожденный свыше просто сидел бы там, дьявол попытался бы сбежать Говорят, что те, кто не верят в Бога, делают его лжецом Они не верят в свидетельство его Сына, свидетельство воды и крови Каково свидетельство Сына Божьего? Его крещение, его кровь и дух Каково свидетельство Сына Божьего? Это то, что он пришел Духом и смыл наши грехи водой Он взял на себя все грехи мира и пролил свою кровь на кресте за нас Разве это не искупление водой, кровью и духом? Люди лгут перед Богом, потому что они не верят в Евангелие воды и крови, Евангелие и искупление Их убеждения ложны, и они распространяют эти ложные учения Давайте вернемся к 1 Иоанна 5 В 11 стихе говорится, свидетельство Сия состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и Сия жизнь в Сыне Его Он говорит нам о том, что Бог даровал нам вечную жизнь, и жизнь это в том, кто принимает ее Также это жизнь в Его Сыне Те, кто получает вечную жизнь, это те, кто искуплены верой в крещение Иисуса и Его кровь Искупленные получают вечную жизнь и живут вечно Вы получили вечную жизнь? В 12 стихе Имеющий Сына, Божие, имеет жизнь, не имеющий Сына, Божие не имеет жизни Другими словами, тот, кто верит в то, что Сын сделал на земле, Его крещение, смерть на кресте и воскресение, имеет вечную жизнь Но тот, кто упустит хотя бы одно из них, не будет иметь жизни и не будет искуплен Апостол Иоанн различает народ Божий на основе их веры в то, что сделал Иисус, воду, кровь и дух Эти вещи говорят нам о том, имеют ли они слово в себе Он идентифицирует искупленных людей, по их вере в воду крещения Иисуса, Его кровь и дух Те, кто не рождены свыше, не могут различить овцу от козла Кто может различить искупленного и неискупленного? Тот, кто рожден свыше Апостол Иоанн ясно определил праведников, которые были искуплены Так же поступал и апостол Павел Как служители Божьи различают овцу от козла? Как они отличают настоящих служителей Божьих от притворщиков? Те, кто искуплены верой в воду и кровь Иисуса, получают силу видеть Будь то пастор, евангелист или старейшина Если он не может определить искупленного, если он не может различить овцу от козла Он сам не был избавлен и не имеет жизни в себе Но те, кто действительно искуплены, могут видеть разницу Те, у кого нет жизни в себе, не могут увидеть разницу и не могут признать ее Это как развлечение разных цветов в темноте Зеленый, зеленый, белый, белый Если закрыть глаза, вы не можете не видеть, не признавать цвета Но те, у кого открыты глаза, могут распознать даже малейшее изменение цвета Они могут сказать, что зеленое и что белое Точно так же существует очевидная разница между искупленными и теми, кто не искуплены Мы должны проповедовать Евангелие искупления, Евангелие воды, крови и духа Мы должны восстать и светить Когда мы собираем людей вокруг нас, чтобы распространить веру, мы не говорим словами человека В Библии 1 Иоанна 5 объясняет его значение Мы должны объяснить это шаг за шагом, чтобы не было путаницы Слово, которое мы распространяем, то есть слово воды, крови и духа Иисуса, является светом искупления Сделать воду Иисуса известной людям – это светить ярко Сделать кровь Иисуса известной – это светить ярко Мы должны сделать это очень ясно, чтобы не было ни одного человека на земле, который бы не знал об этом Если искупленные не восстанут и не засветят, многие люди умрут без искупления, и Бог не будет доволен Он назовет нас ленивыми слугами Мы должны распространять Евангелие воды и крови Иисуса Причина, по которой я повторяюсь столько раз, заключается в том, что крещение Иисуса очень важно для нашего спасения Когда мы говорим с детьми, мы должны объяснять вещи снова и снова, проходя через каждый пункт, чтобы убедиться, что они понимают Если бы мы пытались научить неграмотного человека, мы, вероятно, начали бы с алфавита Тогда мы могли бы постепенно научить его писать слова с помощью этого алфавита Когда он смог бы составить слова, такие как «наказание», мы бы начали объяснять значение этих слов Именно так мы должны говорить с людьми о Иисусе, чтобы убедиться, что они действительно понимают Мы должны четко объяснить крещение Иисуса Он пришел в этот мир водой, кровью и духом Молюсь, чтобы вы верили в Иисуса, как в своего Спасителя, и были искуплены Искупление водой и духом исходит из веры в крещение Иисуса Кровь на кресте и веру в то, что Иисус – это Бог и наш Спаситель Субтитры создавал DimaTorzok